А теперь еще один медийный комментарий к бряцанию оружием на азиатском саммите безопасности. Добрый вечер. Прежде чем мы подробно рассмотрим дальнейшее прогрессирование США против Китая, мы еще раз вернемся к передаче от 5 апреля 2014 года. Под заголовком «Казни СМИ» Кляги Мауэр Ти Ви объясняет точные взаимосвязи, почему в дальнейшем и Китай должен попасть под продолжительную критику США. Вспомнили? Если такая мировая держава, как США, хочет сохранить и расширить свое господство, то что же она будет в таком случае делать? Правильно. Она будет искать болевые точки или уязвимые места крупнейших соперников и потом придавать их экзекуциям в медиа. Каждый сегодня знает, кто является крупнейшими соперниками США. Это Россия, Иран и Китай. Займитесь, пожалуйста, снова передачей «Казни СМИ» от 5 апреля 2014 года, чтобы не потерять красную нить. Итак, здесь продолжение прогнозированной красной нити, как это показали утренние новости СРФ-1 от 31 мая. На Азиатском саммите безопасности в Сингапуре министр обороны США Чарльз Кимоти Хегель, он же Чак Хегель, критиковал Китай необычными словами. Китай из эгоистичных интересов уже месяцами дестабилизирует целый регион мира. Увидели США здесь себя в зеркале? Да, такое бывает. Во всяком случае, интересно, что именно министр обороны США высказал такие обвинения. Ведь уже годами США доказуемо дестабилизирует один народ за другим, и в погоне за властью и нефтью подвергает опасности не только один регион мира, но весь мир в целом. Но обвинения Хегеля на Азиатском саммите безопасности, по крайней мере, показали, что США точно знают, что из эгоистических интересов нельзя дестабилизировать народы. Еще более глубокую осознанность показывает их следующее обвинение против Китая. Я цитирую. Вместо того, чтобы территориальные конфликты разрешать в международных судах, Пекин использует своих соседей. О да, делают они это действительно. И если даже, что в этом такого необычайного? Правительство США этим занимается постоянно, начиная с Африки, затем Сирия, Украина, Россия. Там они ведь тоже были сами себе арбитражный суд. Дальше говорится. Но США не оставят в беде находящихся под угрозой китайских соседей, заверяет шеф Пентагона Хегель. О да, теперь мы опять вспоминаем красную нить. Ведь Китай препятствует мировому господству американского правительства. Как оно теперь с этим справится? К тому же у него еще и кончаются деньги. Вот так это сделал шеф Пентагона. Он призвал азиатских соседей Китая к большему сотрудничеству, чтобы этим укрепить их позицию против Китая. Особенно убедительно он приветствовал заявление главы японского правительства Синзо Абе. Более активной внешней политики и политики безопасности. Потом министр обороны США сетовал на принуждение к экономии в военном бюджете США и на заявленную Бараком Обамой военную сдержанность. И уже окружил своего самого большого соперника, не потратив ни одного доллара. Но внутриполитически шеф Пентагона одновременно привел свои новейшие аргументы для кампании по повышению военного бюджета. Этим новейшим сценарием он еще больше будет угнетать американский народ и ввергнет его в еще большую нищету. Хотя Хегель китайским соседям никаких конкретных обещаний не дал, в этом одном он их же все же заверил. Я цитирую. Несмотря на все проблемы США на Ближнем Востоке или с Россией, они могут и будут в дальнейшем отстаивать свою точку зрения и в Азии. И так напоследок остается вопрос, когда США свою точку зрения будет отстаивать и в Китае? Ведь все эти события сильно напоминают о предыдущих мировых войнах. После того, как все народы были дестабилизированы и натравлены друг на друга, и после того, как друг на друга израсходовали все боеприпасы и потеряли всех лучших мужчин, тогда США отстояли свою точку зрения, расчистили все и вошли в историю как победители. Да, точно так проходит красная нить к диктатуре, к мировому господству. Задумайтесь над этим и просветите ваше окружение. Может быть, можно еще что-то изменить. Благодарим за все голоса «за» и «против». Будем мужественно и с дальновидностью продолжать наблюдать за развитиями. Мы желаем всем от сердца доброго вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!